Совершенно ровно Совершенно уверенно У меня было сомнение Потому что здесь Вот в этом месте Видите Такой небольшой Скажем не замин А именно такой Такая вмятинка На Клиночке И совершенно у нас Аккуратно Бумажка порезана Итак Здравствуйте туристы и милитаристы Нож у нас Сегодня Участник зарубы Архадыр 2017 Первая номинация Форенч Брейв И зовут его Попутчик Красивое название На самом деле Классное название Я прям Люблю Когда именам Когда ножам Дают Хорошие удачные имена И это вот Как раз таки Тот самый случай Когда Имя Ножа Оно действительно Говорит Само за себя То есть Такой нож Запросто Может быть Хорошим Надежным Попутчиком И даже Стать верным Другом Вам Ваших Дальних И не очень дальних Скитания По долинам И по горам Общая длина Ножа 230 миллиметров Длина клинка 110 миллиметров То есть Совершенно Свободно Он вписывается В требования По длине Клинка Нашей с вами Зарубы Толщина По обуху 3,3 То есть Скажем так Здесь такое Если говорить Именно в рамках Зарубы То это Больше Ставка идет На рез Чем на Какие-то именно Моменты Силовые Ширина клинка 32 миллиметра И Сталька Здесь стоит Х12МФ Заявленная твердость 61 единица По Шкале Роквелла И предоставил И произвел Все это И предоставил Все это чудо Произвела Компания Атака ООО Атака Первое Что бросается В глаза Это Вот этот Вот Замечательный Атаковский Пескоструй Я как только Посмотрел На Это покрытие Я сразу же Конечно же Вспомнил Замечательный Нож С Элмаксом На клинке Таежный Кто не видел Советую Посмотреть Даже Не столько Обзор Хотя на обзоре Я там Весь был Полон Восхищениями Потому что Нож Невероятно Красив Это Это Просто Какая-то Песня Это Просто Какая-то Симфония Он Здоровенный Он реально Такой Здоровенный Мощный Нож Но В первую Часть Я конечно Рекомендую И скорее всего В конце В конце Видео Дам Ссылочку На Уличный Тест Таежного Потому что Как Звенел Клинок Именно Звенел Как Хрустальный Клинок Таежного При рубке Я был уверен Что он Просто Взорвется Что он В какой-то Момент Просто Разлетится У меня Прямо На части Потому что Настолько Звон Именно В воздухе Стоял И Ни одной Зазубринки Ни одной Вот просто Ну в общем Не суть Суть в том Что мы сейчас Говорим О другом Ноже Но Таежный Именно Велмаксе Именно От Атаки И именно Без Каких-то Там Вот Дополнительных Украшенных Больстеров А просто С Хорошей Классической Деревянной Рукоятью Он Меня Привел В такой Восторг Что Даже Вот Сразу же Как Только Я посмотрел На этот Клин У меня Возник В памяти Именно Тот Момент Когда Вот Довелось Поработать Таким Замечательным Ножом Итак Рукоять У нас Здесь Микарта И В первую очередь Ножны Конечно Ножны Традиционные Атаковские То есть Темно-темно Коричневая Кожа Толстая И Очень Толстая Такая Темно-оранжевая Или бежевая Как вам угодно Нить Идет Блестящие Заклепки Все Так Грубо По-мужски Вычурно Издалека Видно Никаких Тактических Примочек То есть Такую Кожу Легко Представить На джинсах Какого-нибудь Такого Именно Какого-нибудь Такого Товарища Который Вот Пошел Там Я не знаю Такой В общем Брутал Одним словом Что Сразу Хочу Сказать По Ножнам Конечно С учетом Микарты С учетом 110 Миллиметров На клинке С учетом Того Что это Действительно Такой Ловкий Красивый Универсальчик Ножны Здесь Явно Аутдорные То есть Такие ножны Классно Носить В первую очередь Да Можно носить В городе Можно носить Хоть под пиджаком Хоть в портфеле Хоть на ремне Хоть с костюмом Но согласитесь Что Если вы в городе Где-то ходите У вас Не очень Такая Просторная Одежда А именно Более-менее По фигуре Или даже Скажем Какая-то Тонкая Одежда Верхняя То Такие Ножны Спрятать Довольно Проблематично Они реально Большие Они реально Громоздкие Выпирающие Петля Здесь Небольшая Фиксирована Вертикального Подвеса И покрупнее Свободного Вертикального Подвеса Но тоже Я не знаю Насколько Вот она Насколько Здесь Ну наверное Все-таки Армейский Ремень Такой стандартный Он Поместится То есть Где-то В аудоре Где-то В лесу В поле На реке Нож Такой Представить Просто Замечательно На поясе И его носить Можно запросто Конечно Где-то В лесу Опять же На реке И так далее Поверх одежды Совершенно Не стесняясь Будь вы Охотник Рыболов Или грибник Это Совершенно Допустимо Но Хочу Чтобы меня Сейчас Услышал Производитель Потому что Производитель Наверняка Будет смотреть Этот обзор Было бы здорово Если бы Как хотя бы Как дополнительная Опция К этому Ножу Несмотря На всю Мою любовь К коже Которую Я прям Так скажем Пропагандирую Даже Было бы здорово Если бы К этому Ножу Как дополнительная Опция Предлагались бы Кайдексные Ножны Или Ножны Из кожи Но Скажем Не такие Крупные Не такие Вот Вычурные То есть Можно было бы Запилить Как вариант Ножны Которые Вот так вот Закрывают Клинок Какую-то Вот здесь Вот Невысоко А пониже Опустить Петлю И сделать Вот здесь Вот Широкую Но плотную Петлю Такую Фиксированного Вертикального Подвеса Почему Потому что Ну это Как бы Мое мнение Потому что Если убрать Вот всю Вот эту Конструкцию И оставить Вот такие Вот ножны Чтобы они Крепились Вот таким Вот образом На ремне То это Сразу же У нас Становится Городской Слэш Аутдорный Универсал С такими Ножнами Это в первую Чуть Аутдорный Универсал Если вы со мной не согласны Пишите в комментариях Но По крайней мере Мне так кажется С трудом Нет Даже не с трудом Не переворачивается Здесь у нас Петля Закреплена Намертво Практически И Открывается Петля Движением Руки Спереди Назад Если у вас Ножны Например Стоят На Свободном Подвесе То конечно О каком-то Мгновенном Извлечении Ножа О каком-то Тактическом Как угодно Называйте Извлечение Ножа Из ножен Речи не идет Потому что Он у вас будет Во-первых Здесь играть И вам нужно Действительно Зафиксировать В руке Рукоять И вот таким Вот образом Открыть И еще с помощью Большого пальца Достать нож Есть один Очевидный плюс Очень плотно Клиночек В ножнах Стоит Таким образом Что даже если Вы зазевались И где-то у вас Открылась Вот такая вот Достаточно Тугая кнопка Петли Она реально Тугая То есть Вы Даже звук Услышите Если она Случайно Где-то Откроется У вас Заденет И зацепится Но даже Если это Случится Это очевидный Плюс Вот Нож Очень плотно Сидит В ножнах Это Действительно Действительно Позитивный Такой момент Покороче Ну В любом Случай Если Если Производитель Не предложит Ни кайдекс Ни Как я сказал Какие-то Укороченные Более Такие Городские Более Тактические Ножны Из кожи То Наши руки Не для скуки Коля Грант Это В первую очередь Я обращаюсь К тебе Есть у нас Товарищ Почти Все Его знают Грант КТ Который Очень Любит Брать Какие-либо Ножи Именно Серийного Производства И колдует Над рукоятями Колдует Над ножнами И частенько Получается У него Прям таки Шедевральные Изменения Именно В лучшую сторону Поехали По рукояти Обалденная Льняная Микарта Красного Цвета Очень Классно Если Вот Сверху Посмотреть Грамотно Здесь Сделаны Зажимчики С одной Стороны Это Не люблю Я Когда Делаю Обзоры Ножей Упоминать Ножи Других Производителей Просто Потому что Считаю Что это Не совсем Этично С точки Зрения Нездоровой Конкуренции И так Далее Но В рамках Зарубы Позволю Себе Совсем Недавно Я смотрел На Каладу Именно Которая Вот С порошком На Клинке И вот Там Мне Вот Эти Вот Скажем Утоньшение Рукояти Не понравились А вот Здесь Они Как раз Мне Понравились Почему Потому что Рукоять Немножко Другой Формы И Очень Удачно Во-первых Большой Палец Вот Здесь Облегает Вот Это Место И Ну Я Не знаю Второе Вот Это Место Оно Чисто Тактильно Скажем Я Какие-то Тактильные Ощущения Вам Могу Сказать Что Очень Очень Грамотно Встает Нож Таким Полу Фехтовальным Полудиагональным Хватом Просто Замечательно Классный Классный Хват У нас Идет Молоточный Прямой Но при этом За счет Довольно Здесь даже Не скажем Что какая-то Подпальцевая Выемка А скажем Уход Такой Вот На утоньшение Рукояти Перед Подпальцевым Упором Вот сюда Конечно же Есть При Молоточном Хвате Пустота По Указательному Пальцу Вообще Я могу Сказать Честно Что Вот По большому Счету Для Молоточного Хвата Самые Удобные Наверное Рукояти Именно Для строгания Такого Силового Самые Удобные Рукояти Это рукояти Этнических Ножей Которые Абсолютно Бочкообразные Такие Вытянутые Такие Овальные В сечении Скажем Так И Абсолютно Они Симметричны Вот Там Молоточный Хват Прям Берешь И Поехали Как только Какие-то Удобства Предназначенные Для Скажем Диагонального Для Обратного Для Какого Угодно Другого Хвата Наблюдаются Сразу же От этого Молоточный Хват Страдает Потому что Здесь Конечно Если Мы Берем Таким Диагональным Полудиагональным Или Совсем Близким К Молоточному Скажем У нас Вот Это Вот Назовем Ее Все-таки Выемкой Вот Эта Выемка Она Помогает Более Комфортно Наискосок Стать Указательному Пальцу Плюс Упор Защищает Палец От Ухода На Режущую Кромку Действительно Замечательно Но Молоточный Хват Страдает Берем Наоборот И Сразу Картина Меняется Мизинец Встает На Самое Узкое Место Остальные Пальцы Встают На Более Широкое Место И Здесь За счет Величины Рукояти Очень Комфортно На Навершие Встает Большой Палец Просто Суперский Обратный Хват Классный Просто Замечательный В общем Скажем Хорошо Доработанная Классическая Рукоять Видите Она Слегка У нас Уходит Вниз А это Значит Что Когда Мы Берем Рукоять Вот так Вот Горизонтально То При Нарезке Кухонной Клиночек У нас Вот этим Брюшком Начинает Более Ну Удобнее Удобная Нарезочка Будет Удобно Действительно Взял И Поехали И поехали Можно Подальше Взять То есть Здесь Конечно Такой Именно Попуческий Вариант Скажем Так Агромадное Отверстие Для Темляка Да Почему Бы И Нет Сюда Можно И Седьмой Паракорд Просунуть Да Хоть Я не знаю Хоть Проволоку Какую Нибудь Ну Эстетику Не нарушает Если Вы Хотите Дополнительно Зафиксировать Руку Почему Бо И Нет И Плюс Конечно Такое Здоровенное Отверстие Легче Гораздо Продуть Прочистить От грязи Чем Небольшое Отверстие Которое Я называю Для меня Образец Небольшого Отверстия Для темляка Как раз Сейчас На кармане Это Вот То Что Я называю Отверстие Cold Steel Полный Капец Вообще Вообще Нереально Что-то Протолкнуть Через Это Отверстие Еще Для себя Отмечу Что Здесь Вот Это Утоньшение Оно Переходит В расширение Наоборот Вот сюда При Самом Начале Рукояти Монтаж Кстати Full Tank Если Кто Не Заметил И Это Дает Дополнительную Защиту Пальцу В данном Конкретном Случае Я По Каждому Конкретному Ножу Отдельно Говорю Здесь Нет Недостатка В Носечке Не Страдает От этого Комфорт То То Что Палец Здесь Большой Скользит За счет Грамотного Уверенного Хвата В основном Все Остальные Рукояти Очень Даже Почему Очень Замечательно Получается Дальше Клинок Клинок У нас Имеет Спуски Вогнутой Линзой И Написали Мне Товарищи Из Атаки Что 61 Единица Здесь Заявлено Потому Что Изначально 64 Единицы Твердость При Первоначальной Термообработке Имеет Клинок И Потом Они Делают Несколько Дополнительных Отпусков Снижая Твердость До 61 Единицы Для того Чтобы Клинок Не был Хрупким Ну Посмотрим Посмотрим Весь прикол В том Что 3.3 На Обухе Вы же Понимаете У нас Будет Батонинг Реально Сухой Какой-то Деревяхи Я вообще Думаю Что Я не буду Заморачиваться И К уличным Тестам Я просто Поеду В строительный Магазин Или в какой-то Магазин Где у нас Продаются Или уже Сухие Полностью Высушенные Березовые Дрова Или еще Проще Наберу Ну Там Плюс Минус Какого-то Разумного Диаметра За счет Того Что От 85 Миллиметров У нас Длина Клинка Разумного Диаметра Просто Каких-то Жердей Палок Которые Уже Заполированы Полностью Обработаны В общем Ну Подумаю В этом плане В этом направлении Чтобы не бегать По лесу Не искать Дрова Просто Купить Несколько Таких Деревях Которые Уже Изначально Мега Прочные И вот Их-то Мы И будем Поперек Батонить Поэтому Я считаю Конечно Что при Вогнутых Спусках И 3 Миллиметрах На Обухе Очень Даже Идут Они На риск Выставляя Этот нож На зарубу Я имею Ввиду Атаку Но Но Если Он Ножик Наш Не сломается На Батонинге То Резать Он Должен Просто Как Песня То есть В этом плане Если брать Не с точки зрения Зарубы А с точки зрения Просто Ножа Вот как Я делаю Просто Обзор Конечно Это нож Он реально Попутчик Потому что Вы ему Можете Дать Скажем В меру Его Нагрузить Разумно Дать Тяжелые Нагрузки Разумно И при этом Рассчитывать На шикарнейший Рез На шикарнейший Рез По продуктам Какое-то строгание И так далее И так далее Потому что Ну потому что Гладиолус Потому что Так все здесь Устроено Очень Повторюсь Красивая Обработка Клинка Отличается От Традиционного Пескоструя Ну как Небо и земля Она просто Выглядит Как Какая-то Вот матовая Полировка К сожалению Толком Даже Не передать Мега Красивая Дулька Облегчает Заточку Обух У нас Такой Заполированный И слегка Скругленный Легкий Легкий Такой Слабый Дроп Идет По клинку Практически Классическое Классический Клинок Но все-таки Запишем В дроп Пойнт Потому что Будем Откровенны Да что ж ты будешь Делать Будем откровенны Что дроп Он все-таки Есть Прямая линия Режущей кромки Никаких серрейтеров Никакой Хренотени Ненужной В общем Что я могу сказать До этого У меня атака была С деревянными Рукоятями И попадались Действительно Шедевры Такие вот Как таежный Попадались Реально классные Харизматичные Ножи Например Такие как Танта Там Или тот же Самый НР-40 В Дамаске Ну Как говорится Я там Когда делал Опять же Обзор на НР-40 Я Отметил Что Дамаск Это уже Такое Вольное Современное Исполнение И попадались Такие ножи От атаки Которые Именно С такими Слегка Вычурными Навершиями И Больстерами Там С легкой Вязью Какие-то Металлические Здесь Перед нами Отличное Современное Исполнение Классики Действительно Х12МФ61ХРЦ Написано С одной Стороны И Клеймо Атака С другой Стороны Действительно Попутчик Действительно Шикарный Хозбыт ИДС Действительно Вот Он больше Все-таки Я его вижу Где-то В Аудоре Где-то В лесу Потому что 110 мм Для города Ну Слегка Перебор Если вы Крупный Мужчина То Почему бы И Нет Если Скажем Нож Не потеряется Где-то В складках Вас То Лучше Конечно Его Рассматривать Больше Как Такой Меньше Городской Больше Как Аудорный Но При этом И в городе Его Можно Носить При Условии На мой Взгляд Что Все-таки Нужно Решать Как-то Вопрос Ножа Замечательное Исполнение Замечательная Микарта И Очень Очень Красивая Красивая Обработка Клинка То есть Этот нож Если вы Достанете Где-то В компании Он Обязательно Привлечет Внимание Просто Вот Сто процентов Привлечет Внимание Именно Тем Вот Какой Он Матовый Такой Прям Мах Еще Один Момент Уже С точки Зрения Обзора Не С точки Зрения Заруба Оставить Все Как Есть Фултанк И так Далее И так Далее И попросить Ребят При заказе Ножа Запилить Сюда Не Микарту А Какое Нибудь Экзотическое Дерево Можно Карелку Но Это Не Совсем Экзотика Можно Какое Там По По Хитро С Каким Хитро Вывертом Тогда На мой Взгляд Вот Микарта Это Хорошо Синтетика Это всегда Хорошо Не намокает Там Не подвергается Таким воздействиям И так далее И так далее То есть Если вы Ее Не расколете Не сожжете А при каком-то Разумном Поюзе Этого у вас Не случится То Это нож Практически Вечный Согласитесь Друзья Мои Если поставить На Этот Клинок Какую-то Красивую Действительно Обработанную Богатую Древесину Он Заиграет С Совершенно Иными Красками Он Заиграет Ну Вообще Просто Будет Просто Вот Уже Реально Такой Вот Рабочий Но по виду Полочник Вот Согласитесь Как-то Вот Есть Такой Момент В целом С точки зрения Каких-то Рабочих Качеств Это должен Быть Отличный Резак И Желаю Ему Успехов В соревновании Желаю Ему Выдержать Именно Тяжелые Нагрузки Которые Предстоят Участникам Заруба 2017 Спасибо За обзор Ту Спасибо За просмотр Всего Доброго Спасибо